Район Кунгурцево достаточно удаленный, у самого леса. Магазинов не так много, поэтому в маленький придмовой магазинчик порой набивается много народа. Но продавцы здесь меры безопасности соблюдают. Перед открытием полная дезинфекция. У сотрудников измеряется температура. Людей достаточно много приходит, но не так, чтобы была толпа. Мы соблюдаем дистанцию. Соответственно, если народу много, часть народа ожидает на улице и потом заходит. Соответственно, мы просим, чтобы одевали также маски. Сейчас масочный режим рекомендательный, процесс носит. Но я считаю, что маски пока нужно носить хотя бы в больших магазинах, либо вот в таких вот магазинчиках. Ну, в цели безопасности. И это правильно считают в Министерстве здравоохранения Республики. Да, решением штаба по коронавирусной инфекции с понедельника, 13 июля, ношение масок в Удмуртии носит рекомендательный характер. Но Минздрав по-прежнему рекомендует. Если вы идете в общественные места, надевайте маску. Если вы думаете, что вы придете в какое-то место, и вокруг вас больше будет, чем 3-4 человека, и они будут ближе, чем метр, лучше носить маску. Сейчас береженого Бог бережет. Соответственно, когда уже совсем выйдем из этой истории коронавируса, тогда можно будет сказать, что не носите. А сейчас мы и даем рекомендательный характер ношения масок. И прежде всего, напоминают медики, носить маску необходимо в медицинских организациях, где выше риск встретиться с заболевшим или контактным человеком. Ведь на первых стадиях заболевания может и не быть никаких симптомов. В 10-й поликлинике об этом пациентам напоминают всегда. С погодой, с жаркой стали эти случаи. Как-то раньше люди лучше носили и, видимо, себя оберегали. Но с повышением температурного режима ситуация изменилась. Очень хотела бы обратиться ко всем нашим жителям, чтобы обязательно соблюдали масочный режим, особенно когда приходят лечебные учреждения. Просто надо беречь себя, беречь своих близких и беречь свое здоровье. К замечаниям пациенты прислушиваются. Тем более, что маски могут предложить здесь прямо у входа. Они всегда в наличии. Это так называемый фильтр, где у каждого посетителя проверят температуру и разведут потоки пациентов. В красной зоне идет прием больных с ОРЗ и работают ковидные бригады. Остальные пациенты проходят на второй этаж. С июня в 10-й поликлинике открыли плановую медицинскую помощь. Посетителей немного. Все по предварительной записи. Все равно друг друга, если мы будем защищать маской, то друг друга не будем передавать. Это больше защищенность, что все так должны друг с другом общаться в таких условиях. К пациентам старше 65 лет врачи 10-й поликлиники, чтобы оказать медицинскую помощь, по-прежнему выезжают домой. Елена Галимулина, Юрий Дроздов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова